2-я книга Моисеева. Исход. Глава 1. Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Яковом, отцом их. Вошли каждый со всем домом своим. Рувим, Симеон, Леви и Иуда. Иссахар, Завулон и Вениамин, Дан и Нефалим, Гад и Асир. Всех же дух, происшедших от Шреса Якова, было семьдесят пять, а Иосиф был уже в Египте. И умер Иосиф и все братья его и весь род его. А сыны Израилю расплодились и размножились и возросли и усилились чрезвычайно. И наполнилась ими земля та. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа. И сказал народу своему. Вот, народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался. Иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями. И вооружится против нас. И выйдет из земли нашей. И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Рамсес, города для запасов. И он, иначе, Илиополь. Но чем более изнурялся его, изнуряли, тем более он умножался и тем более возрастал. Так что египтяне опасались сынов Израилевых. И потому египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам. И делали жизнь их горькой и от тяжкой работы над глиной и кирпичами. И от всякой работы полевой, от всякой работы, Которой принуждали их с жестокостью. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, Из коих одно имя Шифра, а другое Фуа. И сказал им, когда вы будете повивать у евреянок, То наблюдайте при родах. Если будет сын, то умер, шляйте его. А если дочь, то пусть живет. Но повивальные бабки боялись Бога И не делали так, как говорил им царь египетский, И оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им, Для чего вы делаете такое дело, Что оставляете детей в живых? Повивальные бабки сказали фараону, Еврейские женщины не так, как египетские. Они здоровы. Ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, Они уже рождают. За сие Бог делал добро повивальным бабкам, А народ умножался и весьма усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, То он устроял домы их. Тогда фараон всему народу своему повелел, Говоря, всякого новорожденного еврея сына Бросайте в реку, А всякую дочь оставляйте в живых. Исход, глава 2. Некто из племени Левейна пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, И, видя, что он очень красив, скрывала его три месяца. Но не могши долей скрывать его, Взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, И положила в нее младенца, Поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, А прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника И послала рабыню свою взять ее. А открыла и увидела младенца. И вот дитя плачет в корзинке. И сжарилась над ним дочь фараонова и сказала, Это из еврейских детей. И сказала сестра его, дочери фараоновой, Не сходить ты мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреяных, Чтоб она вскормила тебе младенца. Дочь фараонова сказала ей, Сходи. Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей, Возьми младенца сего и вскорми его мне. Я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, И она привела его к дочери фараоновой. И он был у нее вместо сына. И нарекла ему имя Моисей. Потому что, говорила она, Я из воды вынула его. Спустя много времени, когда Моисей вырос, Случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым. И увидел тяжкие работы их. И увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его, сынов Израилевых. Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, Он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день. Его два еврея ссорятся. И сказал он обижающему, Зачем ты бьешь ближнего твоего? А тот сказал, Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил вчера египтянина? Моисей испугался и сказал, Верно, узнали об этом деле. И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской. И придя в землю Мадиамскую, сел у колодезя. У священника Мадиамского было семь дочерей, которые пасли скот отца своего Иоафора. Они пришли, начерпали воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего Иоафора. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и начерпал им воды, и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу отцу своему, и он сказал им, Что вы так скоро пришли сегодня? Они сказали, какой-то египтянин защитил нас от пастухов, И даже начерпал нам воды и напоил овец наших. Он сказал дочерям своим, где же он? Зачем вы его оставили? Позовите его, и пусть он ест хлеб. Моисею понравилось жить у всего человека. И он выдал за Моисея дочь свою Сепфору. Она зачала и родила сына. И Моисей нарек ему имя Герсам, Потому что, говорил он, я стал пришельцем с чужой земли. И Зачав еще родила другого сына. И он нарек ему имя Елиезер, Сказав, Бог отца моего был мне помощником, И избавил меня от руки фараона. Спустя долгое время умер царь египетский. И стенали сыны Израилева от работы, И вопияли, и вопль их от работы Вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, И вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком, Яковом. И увидел Бог сынов Израилевых, И презрел их Бог. Исход, глава 3. Моисей пас овецу Иофора, Тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню, И пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень В пламени огня и среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, Но куст не сгорает. Моисей сказал, Пойду и посмотрю на сие великое явление, Отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть. И возвал к нему Бог из среды куста, И сказал, Моисей, Моисей, Он сказал, Вот я, Господи. И сказал Бог, Не подходи сюда, Сними обувь твою с ног твоих, Ибо место, на котором ты стоишь, Есть земля святая. И сказал ему, Я Бог Отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, Потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь Моисею, Я увидел страдания народа моего в Египте, И услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его, И иду избавить его от руки египтян, И вывезти его из земли сей, И ввезти его в землю хорошую и пространную, Где течет молоко и мед, В землю Хананеев, Хетеев, Амареев, Ферезеев, Гиргисеев, Евеев и Ивусеев. И вот, уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, И я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, Я пошлю тебя к фараону сарю египетскому, И выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. Моисей сказал Богу, Кто я, чтобы мне идти к фараону сарю египетскому, И вывезти из Египта сынов Израилевых? И сказал Бог, Я буду с тобою, И вот тебе знамение, что я послал тебя, Когда ты выведешь народ мой из Египта, Вы совершите служение Богу на этой горе. И сказал Моисей Богу, Вот я приду к сынам Израилевым, И скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, А они скажут мне, как ему имя, Что сказать мне им? Бог сказал Моисею, Я есмь сущий и егова, И сказал, Так скажи сынам Израилевым, Сущий послал меня к вам, И сказал еще Бог Моисею, Так скажи сынам Израилевым, Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова, Послал меня к вам, Вот имя мое навеки, И памятование о мне из рода в род, Пойди собери старейшин сынов Израилевых, И скажи им, Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова, И сказал, Я посетил вас, И увидел, Что делается с вами в Египте, И сказал, Я выведу вас от угнетения египетского, В землю Хананнеев, Хитеев, Амареев, Ферезеев, Гиргисеев, Евеев и Евусеев, В землю, Где течет молоко и мед, И они послушают голоса твоего, И пойдешь ты, И старейшина Израилевых, Фараону, Царю Египетскому, И скажете ему, Господь Бог евреев призвал нас, Итак, Отпусти нас в пустыню На три дня пути, Чтобы принести жертву Господу, Богу нашему, Но я знаю, Что фараон, Царь Египетский, Не позволит вам идти, Если не принудить его рукой крепкою, И простру руку мою, И поражу Египет Всеми чудесами моими, Которые сделаю среди него, И после того Он отпустит вас, И дам народу сему милость В глазах египтян, И когда пойдете, То пойдете не с пустыми руками, Каждая женщина выпросит У соседки своей и у живущей в доме ее Вещей серебряных и вещей золотых И одежд, И вы нарядите ими И сыновей ваших, И дочерей ваших, И оберете египтян. Исход, глава четвертая. И отвечал Моисей и сказал, А если они не поверят мне, И не послушают голоса моего, И скажут, Не явился тебе Господь, Что сказать им? И сказал ему Господь, Что это в руке у тебя? Он отвечал, Жезл. Господь сказал, Брось его на землю. Он бросил его на землю. И Жезл превратился в змея, И Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею, Простри руку твою И возьми его за хвост. Он простер руку свою И взял его за хвост. И он стал жезлом в руке его. Это для того, Чтобы поверили тебе, Что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова. Еще сказал ему Господь, Положи руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою К себе в пазуху. И вынул ее из пазухи своей, И вот рука его побелела От проказы, как снег. Еще сказал ему Господь, Положи опять руку твою К себе в пазуху. И он положил руку свою К себе в пазуху. И вынул ее из пазухи своей, И вот она опять стала Такой же, как тело его. Если они не поверят тебе И не послушают голоса Первого знамения, То поверят голосу Знамения другого. Если же не поверят и двум Сим знамениям, И не послушают голоса твоего, То возьми воды из реки И вылей на сушу. И вода, взятая из реки, Сделается кровью на сушу. И сказал Моисей Господу, О Господи, Человек я не речистый, И таков было вчера и третьего дня. И когда ты начал говорить С рабом твоим, Я тяжело говорю, И косноязычен. Господь сказал Моисею, Кто дал уста человеку? Кто делает немым, Или глухим, Или зрячим, Или слепым? Не я ли Господь Бог? И так пойди, И я буду при устах твоих, И научу тебя, Что тебе говорить. Моисей сказал, Господи, Пошли другого, Кому можешь послать. И возгорелся в гнев Господень на Моисея, И он сказал, Разве нет у тебя Аарона Брата-Левитянина? Я знаю, Что он может говорить Вместо тебя, И вот он выйдет Навстречу тебе, И, увидев тебя, Возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить И влагать слова Мои В уста его, А я буду при устах твоих И при устах его, И буду учить вас, Что вам делать. И будет говорить он Вместо тебя к народу. И так он будет Твоими устами, А ты будешь ему Вместо Бога. И жезл сей, Который был обращен Змея, Возьми в руку твою, Им ты будешь Творить знамения. И пошел Моисей, И возвратился Киафору-Тесю своему, И сказал ему, Пойду я, И возвращусь К братьям моим, Которые в Египте, И посмотрю, Живы ли еще они. И сказал я Фор Моисею, Иди с миром. Спустя много времени Умер царь египетский. И сказал Господь Моисею В земле Мадиамской, Пойди, Возвратись в Египет, Ибо умерли все Искавшие души твоей. И взял Моисей Жену свою И сыновей своих, Посадил их на осла, И отправился В землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял В руку свою. И сказал Господь Моисею, Когда пойдешь И возвратишься в Египет, Смотри, Все чудеса, Которые я поручил тебе, Сделай пред лицом фараона, А я ожесточу сердце его, И он не отпустит народа. И скажи фараону, Так говорит Господь Бог еврейский, Израиль есть сын мой, Первенец мой. Я говорю тебе, Отпусти сына моего, Чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, То вот, Я убью сына твоего, Первенца твоего. Дорогой на ночлеге случилось, Что встретил его Господь И хотел умертвить его. Тогда Сеффора, Взяв каменный нож, Обрезала крайнюю плоть сына своего И бросила к ногам его, И сказала, Ты жених крови у меня. И отошел от него Господь. Тогда сказала она, Жених крови по обрезанию. И Господь сказал Аарону, Пойди навстречу Моисею в пустыню. И он пошел, И встретился с ним при горе Божией, И поцеловал его. И пересказал Моисею Аарону Все слова Господа, Который его послал, И все знамения, Которые он заповедал. И пошел Моисей с Аароном, И собрали они всех старейшин, Сынов Израилевых. И пересказал им Аарон Все слова, Которые говорил Господь Моисею. И сделал Моисей, Знамение перед глазами народа. И поверил народ. И услышали, Что Господь посетил сынов Израилевых. И увидел страдания их. И преклонились они, И поклонились. Исход, глава пятая. После всего Моисея и Аарон пришли к фараону, И сказали ему, Так говорит Господь Бог Израилев, Отпусти народ мой, Чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Но фараон сказал, Кто такой Господь, Чтобы я послушался голоса его, И отпустил сынов Израилева? Я не знаю Господа, И Израиля не отпущу. Они сказали ему, Бог евреев призвал нас, Отпусти нас в пустыне на три дня пути, Принести жертву Господу Богу нашему, Чтобы он не поразил вас язвой или мечом. И сказал Моисарь Египетский, Для чего вы, Моисей и Аарон, Отвлекаете народ мой от дел его? Ступайте каждый из вас на свою работу. И сказал фараон, Вот, народ в земле сей многочислен, И вы отвлекаете его от работ его. И в тот же день фараон дал повеление Представникам над народом и надзирателям, Говоря, Не давайте впредь народу солому Для делания кирпича, Как вчера и третьего дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому. А кирпичей наложите на них, Тоже урочное число, Какое они делали вчера и третьего дня. И не убавляйте. Они праздны. Потому и кричат, Пойдем, принесем жертву Богу нашему. Дать им больше работы, Чтобы они работали И не занимались пустыми речами. И вышли приставники народа И надзиратели его, И сказали народу, Так говорит фараон, Не даю вам солому. Сами пойдите, Берите себе солому, Где найдете. А от работы вашей Ничего не убавляется. И рассеялся народ По всей земле египетской Собирать жниво Вместо соломы. Приставники же Понуждали их, Говоря, Выполняйте урочную работу Свою каждый день, Как и тогда, Когда была у вас солома. А надзиратели Сынов Израилевых, Которых поставили Над ними приставники фараона, Били, Говоря, Почему вы вчера и сегодня Не изготавляете Урочного числа кирпичей, Как было до сих пор. И пришли надзиратели Сынов Израилевых, И возопили к фараону, Говоря, Для чего ты так поступаешь С рабами твоими? Солому не дают Рабам твоим, А кирпичи, Говорят нам, Делайте. И вот, Рабов твоих бьют, Грех народу твоему. Но он сказал им, Праздны вы, Праздны. Поэтому и говорите, Пойдем, Принесем жертву Господу. Пойдите же, Работайте. Солому не дадут вам, А положенное число кирпичей Давайте. И увидели надзиратели Сынов Израилевых Беду свою в словах, Не убавляйте С числа кирпичей, Какое положено на каждый день. И когда они вышли от фараона, То встретились с Моисеем И Аароном, Которые стояли, Ожидая их, И сказали им, Да видит и судит вам Господь За то, Что вы сделали нас ненавистными В глазах фараона И рабов его, И дали им меч в руки, Чтобы убить нас. И обратился Моисей к Господу И сказал, Господи, Для чего ты подвергнул Такому бедствию народ сей, И для чего послал меня? Ибо с того времени, Как я пришел к фараону И стал говорить именем твоим, Он начал хуже поступать С народом с ним. Избавить же ты не избавил народа твоего. Исход глава шестая. И сказал Господь Моисею, Теперь увидишь ты, Что я сделаю с фараоном По действию руки крепкой, Он отпустит их, По действию руки крепкой Даже выгонит их из земли своей. И говорил Бог Моисею, И сказал ему, Я Господь, Являлся я в раму Исааку Иакову, С именем Бог всемогущий, А с именем моим Господь Не открылся им. И я поставил завет мой с ними, Чтобы дать им землю ханаанскую, Землю странствования их, В которой они странствовали. И я услышал стинание сынов Израилевых о том, Что египтяне держат их в рабстве. И вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым, Я Господь, И выведу вас из-под вига египтян, И избавлю вас от рабства их, И спасу вас мышцею, Простертою и судами великими, И приму вас к себе в народ, И буду вам Богом, И вы узнаете, Что я Господь Бог ваш, Изведший вас из земли египетской, Из-под вига египетского. И введу вас в ту землю, Которую я, подняв руку мою, Клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, И дам вам ее в наследие. Я Господь. Моисей пересказал это сынам Израилевым, Но они не послушали Моисея По малодушию и тяжести работ. И сказал Господь Моисею, Говоря, Войди и скажи фараону, Сарю египетскому, Чтобы он отпустил сынов Израилевых Из земли своей. И сказал Моисей пред Господом, Говоря, Вот, сыны Израилевы не слушают меня, Как же послушает меня фараон, А я не словесен. И говорил Господь Моисею Аарону, И давал им повеление К сынам Израилевым и к фараону, Царю египетскому, Чтобы вывести сынов Израилевых Из земли египетской. Вот начальники поколения их, Сыны Рувима, первенца Израилева, Ханох и Фалу, Хесрон и Харми, Это семейство Рувимовы, Сыны Симеона и Емуил, И Амин, И Агат и Ахин, И Сахар и Саул, Сын Хананиянки, Это семейство Симеона, Вот имена сынов Левия, Парадам их, Герсон и Кааф, А лет жизни Левия было 137, Сыны Герсона, Ливни и Шимеи, С семействами их, Сыны Каафа, Амрам и Исгар, И Хеврон и Узиил, А лет жизни Каафа было 133 года, Сыны Мирари, Махли и Муши, Это семейство Левия, Парадам их, Амрам взял Иоховеду, Тетку свою, Себе в жену, И она родила ему Аарона, И Моисея, И Мариам, Сестру их, А лет жизни Амрама было 137, Сыны Исгаровы, Корей и Нефек и Зихри, Сыны Узииловы, Месаил и Елсофан и Сифри, Аарон взял себе в жену Илесавету, Дочь Аминадава, Сестру Наасону, И она родила ему Надава, Явиуда, Ильязара и Фомара, Сыны Корея, Асир, Илкана и Авиасав, Это семейство Кореевы, Ильязар, сын Аарона, Взял себе в жену одну из дочерей Футииловых, И она родила ему Финееса, Вот начальники поколений левицких по семействам их, Аарон и Моисей, Это те, которым сказал Господь, Выведите сынов Израилевых из земли египетской, По ополчениям их, Они-то говорили фараону царю египетскому, Чтобы вывести сынов Израилевых из Египта, Это Моисей и Аарон. И так, в то время, Когда Господь говорил Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, Говоря, Я, Господь, Скажи фараону царю египетскому, Все, что я говорю тебе. Моисей же сказал пред Господом, Вот, я не словесен, Как же послушает меня фараон? Исход, глава седьмая. Но Господь сказал Моисею, Смотри, Я поставил тебя Богом фараону, Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить ему все, что я повелю тебе, Аарон, брат твой, будет говорить фараону, Чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли твоей, Но я ожесточу сердца фараонова, И явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас, И я наложу руку мою на Египет, И выведу воинство мое народ мой сынов Израилевых из земли египетской судами великими. Тогда узнает все египтяне, что я Господь, Когда простру руку мою на Египет, И выведу сынов Израилевых из среды их. И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь. И так они и сделали. Моисей был восьмидесяти, А Аарон, брат его, восьмидесяти трех лет, Когда стали говорить о них фараону. И сказал Господь Моисей и Аарону, говоря, Если фараон скажет вам, Сделайте знамение или чудо, То ты скажи Аарону, брату твоему, Возьми жезл твой и брось на землю перед фараоном, И перед рабами его. Он сделает со змеем. Моисей и Аарон пришли к фараону и к рабам его, И сделали так, как повелел им Господь. И бросил Аарон жезл свой перед фараоном И перед рабами его. И он сделал со змеем. И призвал фараон мудрецов и египетских, И чародеев. И эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, И они сделались змеями. Но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Сердце фараонова ожесточилось, И он не послушал их, Как и говорил им Господь. И сказал Господь Моисею, Упорно сердце фараонова, Он не хочет отпустить народ. Пойди к фараону завтра, Вот он выйдет к воде, Ты стань на пути его на берегу реки, И жезл, который превращался в змея, Возьми в руку твою. И скажи ему, Господь Бог евреев послал меня сказать тебе, Отпусти народ мой, Чтобы он совершил мне служение в пустыне. Но вот ты доселе не послушался. Так, говорит Господь, Из всего узнаешь, что я Господь. Вот этим жезлом, который в руке моей, Я ударю по воде, которая в реке, И она превратится в кровь. И рыба в реке умрет, И река вас смердит, И египтянам омерзительно будет пить воду из реки. И сказал Господь Моисею, Скажи Аарону, брату твоему, Возьми жезл твой в руку твою, И простри руку твою на воды Египта, На реки их, на потоки их, на озера их, И на всякое вместилище вод их, И превратятся в кровь, И будет кровь по всей земле египетской, И в деревянных, и в каменных сосудах. И сделали Моисея Аарон, как повелел им Господь. И поднял Аарон жезл свой, И ударил по воде речной, Перед глазами фараона, И перед глазами рабов его, И вся вода в реке превратилась в кровь. И рыба в реке вымерла, И река восмердела, И египтяне не могли пить воды из реки, И была кровь по всей земле египетской, И волхвы египетские чарами своими сделали тоже. И ожесточилось сердце фараона, И не послушал их, как и говорил Господь. И оборотился фараон, и пошел в дом свой, И сердце его не тронулось и сим. И стали копать все египтяне около реки, Чтобы найти воду для питья, Потому что не могли пить воды из реки. И исполнилось семь дней после того, Как Господь поразил реку.